Выводы сделаны, задачи на перспективу определены. В Маргаушах подвели итоги социально-экономического развития района. В 2018 году в районе реализовано 16 инвестпроектов, создано 65 новых рабочих мест. По объему реализованных товаров собственного производства Маргаушский район занимает 6 место среди других муниципалитетов. Ключевая роль в промышленности принадлежит, конечно, мощному предприятию «Сеспель». Это одно из самых современных инновационных производств в Чувашии. Завод производит и поставляет цистерны и полуприцепы во многие страны мира. А в прошлом году на предприятии открылось новое производство танк-контейнеров. Амбициозные задачи поставлены и на этот год. 20 инвестпроектов на сумму более 300 миллионов рублей будут реализоваться. В текущем году будет создано дополнительное 61 рабочее место. Из них самые крупные – это по заводам в Аксарском предприятии «Сеспель» по организации производства танк-контейнеров. Далее – это строительство фермы в СКПК имени Суворов, реконструкция бойных цехов, птицефабрики «Маргаужская». Особое внимание – социальным объектам. В районе капитально отремонтировали Шомиковскую школу. Обновили три спортзала в других образовательных учреждениях. А в Юнкинской решили историческую проблему. Там никогда не было спортивного зала. При поддержке правительства региона удалось построить новый. 17 проектов было реализовано в муниципалитете по инициативному бюджетированию. В этом году подано 22 заявки. Население активно поддерживает это, так сказать, начинание. Потому что знают, если участие населения государства и горными, и правительство Чувашской республики активно будет поддерживать. И в кратчайший срок задача первая часть связана с обустройством дорог Песок-Щебень. Населенный пункт у нас. Только по этому году, если все проекты пройдут, у нас будет отремонтировано 13 километров дорог в населенный пункт. Маргаушский район всегда был в числе лучших в республике по показателям социально-экономического развития. Тем не менее, по итогам прошлого года в районе произошел серьезный спад в строительстве жилья. Снизилось количество пассивных площадей, производства сельскохозяйственной продукции, молока, мяса. Примите все мирно, работайте точечно, адресно и поднимайте сельскохозяйственную производство в районе. Знаменитый Маргаушский сельскохозяйственный район почему-то падает. На встрече прозвучал вопрос и о нашумевшем проекте китайских инвесторов, против реализации которого выступили жители. Вопрос по китайским инвестициям в этом деревне, ведь кажется, Маргаушский район закрыт, до сих пор не закрыт, потому что они вышли заявлением Москасинского сельского посреднего перевода земли. Мы отслеживаем ситуацию, никакого перевода в другие категории земли не будет. Тот предприниматель, который продал, он должен вернуть денежки обратно. Вопрос остается на контроле правительства и общественности.